Рубцы при сифилисе могут возникнуть в любой из периодов течения в сифилисе, при образовании глубоких шанкров, злокачественных шанкров, фагедонистических шанкров. Когда происходит некритизация достаточно глубокой кожи, тогда на фоне язвы, которая образуется на месте заражения сифилисом, образуется рубец, когда кожа на всю глубину поражается сифилисом. Однако данный вид трубца достаточно редок, и как я уже сказал, как правило возникают рубцы только вследствие какого-то злокачественного течения. В случае обычного шанкра они вполне могут возникать, но как правило они достаточно поверхностные, едва различимые, и спустя несколько месяцев они могут полностью исчезать под действием фиброкластов, это те клеточки, которые разрушают рубцовую ткань в нашем организме. Следующая форма сифилиса, которая может давать рубцы во вторичном периоде, это сифилистическая эктима и сифилистическая рупия. Это также форма злокачественного вторичного течения сифилиса, она характеризуется тем, что на разных участках кожного покрова, чаще всего на голенях, однако может быть и на других участках образуется язва, достаточно глубокая, ее сравнивают еще с пробитой отбойником, на фоне которой происходит не крост ткани, а покрытие ее трудно отделяемой коркой, как правило слоистой, особенно если речь идет сифилистическая рупия, она даже иногда имеет устричный компонент, раковина устрицы многословная и соответственно опять же формируется рубец, который чаще всего вначале покрыт пигментом, потом становится белым, то есть по сути дела рубец это последствия язвы, которые возникают во вторичном периоде, как исход рупии и эктима при сифилисе. Реже она появляется при других формах гнойного вторичного сифилиса и наконец, как правило, такое явление как рубец при сифилисе возникает в третичном периоде. Третичный период наиболее часто характеризуется образованием так называемых бугорков или бугорковый сифилид и гум или гумосный сифилид. Бугорки характеризуют тем, что возникают слегка возвышающиеся на уровне кожи бугорочки, которые являются синюшно-красными, они достаточно плотные, залегают в глубине кожи. Соответственно, когда происходит некротизация этих бугорков, то на фоне их остается рубец. В ряде случаев бугорки размножаются и увеличивают свое количество, в центре уже формируются рубчики, а по краям еще ползут вот эти самые бугорки. Достаточно редко бугорки могут сливаться, формируя общий такой инфильтрат уплотнения, и тогда такая форма бугоркового сифилида сравнится с площадкой или сифилид-площадкой. Для такой формы характерен достаточно большой объемный рубец, так как по сути дела это слияние многих бугорков, и здесь уже участок может быть до нескольких сантиметров, такой рубцовой атрофимы. Ну и соответственно гума, это тоже достаточно крупный узел до грецкого ореха и боли, который как-то выделяет вот так ликое вещество гумиарабика, которое сравнивается с гумиарабиком. Соответственно он оставляет у себя достаточно обширный рубец, который втянутый и плотный в центре, и более такой как бы тонкий к периферии. Это является характерным рубцом для гума, ну и соответственно для таких образований в теоретичном слизи бугорки и гумы, как раз характерно образование рубцов, потому что идет глубокий деструктивный процесс собственно кожи, а в разе случаев из слизистых оболочек. Соответственно если при образовании рубцов вы подозреваете такое заболевание, как сифилис, конечно необходимо провести диагностику крови и назначить грамотное лечение. Если вам вы заподозрили у себя такое заболевание и связываете появление рубцов с сифилисом, вы можете обратиться в наш медицинский центр Платникова уже в Москве. У нас принимают опытные генерологи, которые обладают всем спектром необходимым для постановки данного диагноза. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok